Я сам себя снимаю. Ну ладно, там сзади такие элементы декорации интересные на стенах. И вообще мы идем сейчас по подземному переходу в центре города Эрдемли. Опля, не свалился. Мы идем на логовую теперь. Все поделали, идем на логовую. Туда и налево. Направо. Налево. Придал направо. Какое-то учебное заведение Агденис Ортау Кулу. Агденис это вообще море у них. Возможно, что это школа просто. Название какое-то имеет такое. Ой, дяденька заглядел, чуть не свалился. А нам сейчас направо. Мы куда идем? Мы идем в налоговую. По-турецки налоговая называется Вергий. Мы там были уже, я сохранил себе номер. Не номер, правильно сказать. А эту, точку, где она находится. Поэтому сейчас туда идем. Точку я сохраняю в Maps. МИ. Пойдемте. Тут оптик есть и экзам. Экзам это больница. Это поликлиник. Не, вру. Это означает аптека. А вот налоговая. Вот это незрачное двухэтажное здание. Напротив которого кафешка. По-моему, больничка какая-то. И еще одна аптека. Две аптеки. А вот налоговая. Эрдемли в Вергии Дайреси. Нам сейчас надо на ту сторону переходить. Давай руку, Миша. Так, надо хэскот найти. Заходим. В итоге налоговой инспекции сказали, что все сейчас делается онлайн. Нам сначала сказали, что надо сделать через интернет, чтобы была онлайн заявка. А мы прикинулись дурачками, что у нас ничего не получилось. Мы пробовали, но у нас не получилось. Он говорит, ладно, давайте паспорта, я вам сейчас все сам сделаю. И потратив 15 минут времени, сделал все сам. Своего, да. Да, это все абсолютно бесплатно. Распечатал нам бумажки, выдал налоговый номер ребятам. Да, так что у нас теперь тоже есть циферки турецкие. Пойдем еще пройдем. Теперь до остановки. Заодно глянем, почем здесь страховку продают. А за большой телеги не будем с большими колесами? А, большая там в подвале, да? Нет, она там, где большой Мигрос, и рядом с ним был, где мы ведро покупали. Далеко это? Ну, пойдем на дорогу, выйдем и посмотрим. Я просто на машине вроде недалеко, а как это ногами, я не знаю. Пойдем. По стороне улицы. Вот. Вот эту мечеть мы проходили, мы по той стороне шли, а потом пошли по подземному переходу. А можно пойти вот по переходу над дорогой. Пойдем сходим сейчас. Насчет страховки узнаем. Где-то в том же районе, вон там, где Новосити. По-моему, есть еще и магазин. Как он? Мигрос. Вот это мы магазинчик прошли. Куча всякого сыра, 65 лир. Вот это суджук написано, да? Вот это суджук Эмир 35, юморта 15. Это юморта что такое? Суджук это колбаса вообще. Ну да, я читаю. Юморта это яйца. А-а-а, что понял. Здесь выйдет вот сколько колбасок здесь развешано в этом магазине. А здесь овечки. Все продает полностью овечку. И курочка тоже продается здесь. Велик 7, 17,90. А там вот большие куски продаются. А сюда венейте. Это кто? Тоже овечкины или это коровкины уже? Нет, коровкины. А, вот овечкины тоже, да. Кроду. Большие прям, целиковые. Цена 64,90, 59,90. Кузубуд, кузукол. Дана контрофиле и Дана антрикот. А вот глазастая голова. Голова, а там вон есть и яички тоже. Еще что-то. Хвост, наверное, он там нарулит. А мы еще, мам, видел, суп есть. Ага. Ладно, пойдем дальше. Остановились, просто увидали. Забыл снять со складных столики. Вот этот 250 стоит. Такой 225. А вот такой вот, назвали его берзолит материал. Видите, под камень сделан. Стоит 850 турецких лет. Вот он в разложенном состоянии. 850, ну, ноли прикрутим. Получается, 8500 примерно он стоит. Ну, чуть подешевле. Пойдем дальше. Нашли увлажнитель воздуха. Вот такой вот. Продается. 899. Вот прям один в один у нас такой же стоит дома. Плиты, стиралки, холодосы. А это тоже морозилка. Да. Это морозилка тоже. Цены единственное нет. А на и когда? Вот написано 950. 2600, 2900. Вверх открывает 2900. Просто как холодильник сделан этот. 200, 300. Хотел спросить у нас. Вот такой вот столик теоретически подходит под учебу. Единственное, вот он узковат, полочки, принтер тупо не поставишь, да? Полочки узковатые, это раз. Закрытых полочек нету, это два. 569 лир стоит. Да. 561,570 лир стоит. Ничего в нем особенного нету. Подставки под ноги нету. Здесь, ну, одни дрова, ничего там такого нету. И вот это вот кресло, смотри. 369 лир. 369 лир вот такое кресло. А вон то кресло сколько стоит? 1000 лир, короче, комплект. А это, наверное, еще дороже. Вон, внизу, поверни назад. Поверни назад. Поверни назад, нет. 549 лир. Здесь все че-то шпи. Не жарко. А это складные столики какие-то, да? Мог временно вот такой, кухон, что-то не стоит. Мне кажется, на нем неудобно будет. Ноутбук ставить можно, да? Вот так все, естественно, ноутбуком. Чай пить, мама. Нет, ну что бы писать, надо было. Спину выпрямить, Ольга Станиславовна, пожалуйста. А вот это покажи, что это коробишки. Это коробишки, этот... Даже не под ноутбук, а под всякие... Вот они рисуют и кушают здесь. Да, да, да. В эти дырочки можно карандаши насыпать, стакан с водичкой поставить. Вот так вот здесь нарисовано, что за ним можно делать. Такая вот история. Со столами какая-то здесь такая... Не то, чтобы напряженка, но как-то немного. Ну вот, 179, очень хороший письменный стол. Хороший? То, что на балкон я одному из детей. А вот за 159 он пошире. Так он с железными ножками, а здесь с деревянными ножками. Вся разница. Сечетый тоже дорогой, да? 509. Одинаковая цена вот этого стульчика, просто цвет разный. Ну нет, вот этого стола достаточно для того, чтобы заниматься. Ну смотри, ноутбук поставишь, писать уже негде. Почему? Ноутбук вот так поставь. И он сверзется. Зачем он сверзется? Вот здесь пиши. Мне скотолку так поставь ноутбук. А вот здесь пиши. Сколько? А, 179, да? 179 еще ничего, цифру. Думать. Вот такую мы хотим себе штуку в ванну поставить. Видите, сколько полочек внизу. Большая раковина. Большое зеркало, больше, чем у нас. Две полочки вверху под этот, закрытые. Вот здесь вот рулоны вешать. Что тут, бумаги, наверное, да, можно? Ну и адекватная... И стоит это 1749. Расстояние для умывания. Раковина больше размером, да. Да. А то там как-то вот приходится... Типовая раковина маловато, да. Здесь вверху еще розетка есть. Свет есть дополнительный. Подключить можно. Подбежные ящички. Просто ящички. Ну, полно. Неплохо. Надо подумать. 1749. Что это? Пойдем дальше. Зрителям огромное спасибо. Они нам подсказали, что Ирмик это манка. Конечно же, сами мы этого не знали. И ее тут вот такое вот изобилие. Ирмик, Ирмик, Ирмик. Цены тоже разные. Мы купили пачку полкилограммовую. Единственное, что это в большом микросе. Это не на нашем районе. Ну да. Пойдем сейчас соевый соус поищем. Пойдем соевый соус. А вон Эрл Грей. Догуш. 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 Смотри, вот тут. Огромнейшее количество различных уксусов. Посмотрите, какие. Хочешь белый уксус, яблочный, виноградный. Какой только нет. 18-20. Беру. А сколько стоит? Ну, возьми. 7-12. Все они 4-5 градусов. Алексей нашел 18-20. По карте 7-12 будет. Ну, давай. Чего, одну беру? Две не надо? Нет. Терияки даже есть. Точно не будешь брать вторую? Да придем еще. Еще на всю жизнь не напасешься. Смотри. Просто будем знать теперь. Ты же любишь куксинь у нас. Так я могу и вот эту дешевую налить. По 2 лиры. Это по 7 лир. Да. Смотри, вот чем отличается вот этот красный соевый соус от синего. Ну, тебе сказать точно. Да. Балдежь. Купили еще хлеб свежий. Мороженое. Сейчас перекусим и поедем домой. Вкусно, дети? Класс. Обратно едем на другом немножко шаротлане. А, он может подумал, что ребенок, у нас четверо плюс ребенок. Да. Пойду, спрошу. Короче, едем. Почтаель. Едем обратно. Миша, как тебе? Клево. Клево. Окно открыто, локоть на улицу. Ой. Ой, солнышко. Машина. Да, он так понял меня. Что четыре человека плюс ребенок. Смотри, какие-то ведра разные с пластиками, крышками. Видишь, все деланы? Как холодные. Да. В общем, накатались по уши, дела вроде все переделали. Осталось доехать до дома. Сели на свой автобус. Едем домой. Проезд четыре лиры? Да. Так, народ. Что за толчая здесь? А здесь у нас народ выкладывается на шезлонги. Вот оно. Море. Вот оно мы. Пойдем окунемся, сейчас покажем, как оно сегодня выглядит у нас. Класс. Главное, наша спортсменка пошла заплывать. Зрители пишут, а что же, наша мама Оля не купается. Еще как купается. Вот она сейчас пришла. Нырять будет, наверное, сейчас. Как Миша говорит, вкрутить сальтуху. Сзади проезжает машина, что-то продает. Не знаю, ветер сильно глушит вас или что-то слышно. В маме Оле очки, ласты, затычки для ушей, затычка для носа. Или как она, прищепка для носа. Она защищена полностью. Сейчас она нырнет. Народа достаточно много сейчас на пляже. Хотя время уже больше шести часов вечера. Обычно народ в это время уже начинает расходиться. А сейчас такие дни хорошие, комфортные, что народ, наоборот, только подтягивает. В любом случае, мы шли только из нашего комплекса. Шли две пары перед нами. Плюс другие люди тоже шли сюда же на море. Поплыла. Купили ласты. И Оля их очень хорошо себя комфортно чувствует. Плывет куда хочет. Ласт не было. Мы их забыли дома. Старые ее. Такие уже потрепанные. Она горевала. Вокруг нас полдыхалась. Миша говорит, что глубже нельзя. Не хочет, чтобы она от него отплывала. Пойду я тоже переоденусь. И поплаваю. Сейчас еще поближе. Спортсменку. Вот она нам машет рукой. Такие волнушки не очень большие. Немножко поскакать можно. Нам даже побольше нравится. Давай. Олег принес Мишины очки. Миша. Что-то в последнее время не любит с них плавать. А здесь вот краешка песочек. С краю. А где Олег идет, там вот камешки. Немного. Потом опять песочек с камнями уже таким. Вразнобой. Вот под ногами. Видите? Пойду переодеваться. А то без меня уже накупаются, да выйдут. Мы накупались. Теперь ребята решили выложить из камушков ступеньку. Вот. Они прокапывают лопаткой ступеньки, а потом обкладывают камушками и присыпают песочком. Вот такую деятельность затеяли ребята. Что ты делаешь? Пыльюка. Еще надо, да? Давай все, что принес, вот сейчас выложим. Ужнаем. Ага. Вроде красиво принесешь, да, пап? А главное? Главное, чтобы ровно было. Удобно ходить? Да. Если босиком, то тоже удобно. Че надо? Че, еще будем? Или хорошо? Красиво. Так, в общем, мама с папой тут решили поужинать по отдельности. У них сегодня на ужин кукуруза, так как она немножко такая подпортившаяся что ли. Она лежит несколько дней. Она нормальная. Просто лежит несколько дней. Да, да, да. А мы с Мишей уже съели по мороженке. По мороженке еще. Потому что Миша нам так накладывал. А где она? Ну да. Ну вам приятного аппетита. Что еще сказать? Спасибо. Спасибо.